МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Генмолодости, программу о том, как трудно, но в то же время, как здорово быть молодым. АПЛОДИСМЕНТЫ Тема выпуска «Американская мечта». Согласно опросам в ЦОМ, 15% жителей России мечтают навсегда уехать из страны. По каким причинам люди задумываются об эмиграции и действительно ли так хорошо заграницей? Об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала давайте посмотрим сюжет. Внимание на экран. Знакомьтесь, это Евгения. Идя домой, она наблюдает уже привычную картину. Женя устала смотреть на печальные пейзажи. Она мечтает уехать в другую страну, где не будет грязных улиц, разбитых дорог и неприветливых людей. Я бы хотела переехать в другую страну, потому что в другой стране, в зарубежной стране, люди более адекватные, более дружелюбные, не такие, как в России. Плюс-то экология. В другой стране она чище, чем здесь. Плюс дороги. Вот то, что у нас есть. Ну, не знаю, с каждым годом оно ничего не меняется. А в других странах они более чистые, качественные. По профессии Женя – стюардесса. Благодаря работе она побывала во многих странах. В Германии, во Франкфурте очень понравилось. Была в Америке, в Южной Дакоте, в Нью-Йорке, в Чикаго. Очень шумные, большие города с миллионами людей, которые все время ходят и что-то делают. Была также в Таджикистане по работе. Но люди, так скажем, там очень дружелюбные. Женя уже выбрала страну, в которой будет комфортно. Ее мечта – уютный и спокойный городок в Германии. Смотря на эти фотографии, она представляет, как будет гулять по улицам Дрездена или Кёльна. Жизнь за границей – пока что Женина мечта, которая совсем скоро станет реальностью. Женя пришла к нам в студию, а мы встречаем ее аплодисментами. Привет, Жень. Скажи, как давно ты стала задумываться о переезде? Ну, наверное, с того момента, когда я первый раз отправила свое путешествие. Это была Америка. Но ты все-таки для жизни выбрала не Америку, а европейскую страну, Германию. Почему? Ну, я думаю, что Германия – это более такой, так скажем, закрытый уголок, закрытый город. Ну, не закрытый город, а маленький город. Не люблю шумные города, такие, как, к примеру, Нью-Йорк, Москва. Хочется что-нибудь маленького, домашнего, семейного и уютного. Скажи, а чем твоя жизнь там будет отличаться от твоей жизни здесь? Ну, я думаю, что, во-первых, условиями. Условия там должны быть лучше, чем здесь. Какие конкретно условия? Условия проживания. У нас люди, которые тебя окружают, они более дружелюбные и меньше нервов будут тратить. А здесь прохожие заставляют тебя нервничать? Ну, не все, конечно, прохожие заставляют нервничать, но все равно люди раздражительные и иногда даже, ну, грубые, что ли. Ну, вот здесь ты работаешь стюардессой. Кем ты будешь работать там? Ну, возможно, тоже буду работать стюардессой. Возможно, стану учителем. Ну, вот очень часто люди, которые переезжают за границей, здесь они учителя, журналисты, еще кто-то, а там они работают в Макдональдс. Тебя вот это не пугает перспектива? Ну, если есть... Включать свободная касса. Ну, если есть перспектива роста, если это на первое время, нужно, к примеру, для освоения, то есть, так скажем, перекантоваться, то почему бы не потерпеть пару месяцев? А ты считаешь себя патриотом? Патриотом? Не знаю. Вообще, кто такой патриот? А ты сама что в это понятие вкладываешь? Ну, патриот — это человек, который дорожит своим городом, своей страной, защищает и так далее. Ну, как видим, ты не патриот, наверное. Скорее всего, нет. Вопросы к Жене, пожалуйста. Я вот не услышала конкретных каких-то причин, почему она хочет переехать. Ее не устраивает улица, грязь, хочется свой домик. А почему не уехать в какой-то маленький наш городок, или, я не знаю, деревню. Копейская, Затаустская. Ну, как вариант, да, где чистая экология, где нет заводов, построить свой тот же домик красивый. Такие же будут люди, поверь мне, отзывчивые, добрые. Все будете жить как одна компания. И, в принципе, я не вижу смысла другого переезжать, потому что я не увидела, что тебя не устраивают какие-то люди, законы или еще что-то в России. Тебя не устраивает внешняя оболочка. Так измени эту внешнюю оболочку. Если бы я могла ее изменить, мне кажется, я бы, конечно, не приехала. Так ты ничего не сделала, чтобы это изменить. Что ты сделала, чтобы изменить? Ты съездила в какой-то маленький городок, ты присмотрела там себе домик, или попыталась там найти какую-то другую работу, какие-то другие перспективы. Ты ничего не делаешь. Ты увидел это, Дрезден, хочу, все, мне там говорят. Так же я смотрела работу в других городах. Эта девушка очень целеустремленная. Она знает, чего она хочет. Она четко нарисовала себе мечту и к ней следует. А вы сидите и разговариваете о том, что надо Челябинск преобразовывать. Да, надо. А что вы сами для этого сделали? Объясните мне. Давайте займемся все вместе, чем засаживать наш город, нашу страну. Просто все только и делают, что засаживают вечно. Что надо сделать, как изменить? Атаман, что надо сделать, как изменить? Я могу создать проект свой, вот прям бизнес-план. Создашь проект, ты что? Да, мне нужны последователи. Нужны люди, которых я буду возглавлять. И мы вместе замутим суперпроект. Ты на место губернатора планируешь? Запросто, запросто. Вот будет возможность запросто. Главное, чтобы народ поддержал, российский. Душа российская, понимаете? Пожалуйста. Человек уже предложил один из вариантов. То есть заработать сейчас за границей, пока есть такая возможность, с этими деньгами поднимать в колен, то есть те места, города, которые у нас, так скажем, не в очень хорошем состоянии. Молодец. Это очень хороший способ. Давайте посмотрим немного статистики. Внимание на экран. В 2015 году уехать на ПМЖ за границу хотел бы каждый пятый житель России. Больше всех об эмиграции задумывается молодежь. На вопросы в ЦИОМ, для чего они хотели бы поехать за границу, респонденты ответили так. 24% хотели бы поработать за границей. 17% получить образование за рубежом. 13% хотели бы навестить и погостить. 20% задумываются о ПМЖ. 16 потенциальных эмигрантов уже изучают иностранный язык и ищут работу за рубежом. А вот люди старше 40 лет переезд за границу практически не рассматривают. Наш следующий герой утверждает, что никогда не уедет из родной страны. Давайте встретим Артема. Привет, Артем. Здравствуйте. Присаживайся в кресло главного героя. Ну скажи, ты никогда не задумывался о переезде в другую страну? Нет, никогда. А что тебя держит в России? Меня держит то, что хотя бы одно, то, что я здесь родился, а там, где родился, там пригодился. Уже об этом говорили. И ехать куда-либо, это значит предавать все то, что было совершено нашими предками, благодаря которым мы именно рождаемся в России. Не где-то там во Франции, а именно в России. Благодаря тем, кто защищал нашу страну. Хотя бы вот благодаря тому, чтобы помнить, помнить вот те заветы наших предков. Поэтому. Скажи, а Родина тебя так же сильно любит, как ты ее? Родина составляет, это что у нас может составлять Родину? Родина это народ, многонациональный народ у нас. Не все люди, конечно, у нас хороши. Не все позитивно смотрят. Вот условия в России, насколько для жизни, насколько комфортны? Лично мне? Лично мне комфортно. Я получаю образование, получаю его за счет государств. Я государство должен как отплатить? Пойти работать, платить налоги. Все, что я должен, это моя обязанность. Чтить память, да, защищать государство. Чтить память отцов, создавать потомство. А все законы, все, что у нас в стране происходит, устраивает? Не все меня устраивает. Не все. Но я стараюсь, стараюсь. Иду. И наоборот, эти законы где-то я, да, где-то кричикую. Ты считаешь себя истинным патриотом? Истинным нет. Но ни за что я не понимаю. Я патриот, который никогда, во-первых, не уедет и будет здесь менять то, что нужно менять. То есть проблемы есть, я не буду от них бежать. Но ты пойдешь в политику, как я поняла. Да. Скажите, пожалуйста, вы знаете, допустим, как строят дороги в Германии? Нет. Я вам объясню. Нет, не интересно. Получают предприятие на строительство дороги деньги только через 20 лет после того, как они ее сделали и смотрят за ней. У нас в России что? Я прекрасно знаю, как живут в Германии. Вот вы говорите, дороги и налоги. Но это вообще не причины, чтобы отсюда уезжать и говорить, какая Россия плохая. Я не вижу того, что у нас работает система наша государственная. Так вы что делаете, если вас не устраивают налоги? Я, по крайней мере, предпринимаю что-то. Я участвую в каких-то дебатах, дискуссиях. Я смотрю, слежу за тем, как у нас корректируются наши законы. К сожалению, они корректируются, а не разрабатываются специалистами. Пожалуйста, давайте все вместе за этим следить. Кто против? У нас свободная страна. Говорить можно что угодно и где угодно. А у меня вот вопрос есть ко всем патриотам. Все говорят, нужно что-то менять в стране. То есть, ребят, я не против. Нашу страну нужно делать лучше. Хорошо. Но все понимают прекрасно, что у нас есть власть, это система. Там есть люди, которые сидят, получают деньги. Это коррупционеры и так далее. То есть, они просто так не уйдут. Вы же не скажете, скажете, мы выросли. То есть, ребят, давайте мы будем нормально править. Они просто вам так не отдадут. Они посадят детей. Каким образом менять именно, не какие-то мелкие, вот я молодежь собираю, вот я друга на пробежку разбудил. То есть, а вот вы готовы, как, допустим, дедушка Ульянов в 17-м году выводить людей на площадь? И ломать систему именно, ломать систему, которая сейчас не устраивает. Это уже будет революция? Это вот, да. Нет, нам революция не нужна. У нас демократическая государство. Я хотел узнать. Ты хочешь высказаться? Высказывайся, пожалуйста. Ты можешь собрать. Сколько у нас, 15%, да, не ошибаюсь по статистике, хотят молодежи уехать? Мы должны заниматься тем, чтобы сплочать эту молодежь, чтобы они не хотели так больше думать. Хотели жить здесь. Говоришь, не, погоди, что ты говоришь, хочешь высказывайся. Я вот, честно, включаю телевизор, там одни политические дебаты идут. Я думаю, когда они работают, то успевают политики, постоянно по телеку их показывают, да, они что-то там, что-то обсуждают. Скажите, а уезжают на самом деле слабые люди, которые не могут здесь справиться с проблемами. Получается так? Вообще у нас народ очень сильный. Очень сильный и очень терпимый. Он будет терпеть до тех пор, пока у него есть терпение, пока возможно. Я вот приведу один пример. Ладно, хорошо. Мы сейчас подискутировали и выяснили, что менять пытаются, пытаются политики сидят, ничего не меняется. Хорошо, ты когда-нибудь видел какое-нибудь другое животное, которое живет в агрессивной среде обитания? Среда для него агрессивна, но оно не перемещается оттуда, оно терпит. Нет. Только человек готов терпеть. Почему так должно быть? Если ты бьешься лбом в закрытые стены, если ты видишь, что ничего не меняется, почему ты должен жить в потенциально опасной агрессивной среде обитания? Мне кажется, целесообразный, самый целесообразный выход просто сменить окружение и... Какая агрессивная среда обитания? У вас тут что, колями гонят, жгут кострами? Я тебе дам совет один. Нет, здесь налоги удушающие. Какая агрессивная среда обитания. Давайте посмотрим, по каким причинам люди хотят уехать из России. Внимание на экран. И давайте мы детально обсудим каждую из причин. Итак, первое – это злые и опасные люди. Вы согласны с этим, что у нас в России здесь злые и опасные люди? Пожалуйста, давайте выясним, так это на самом деле или нет. Да, не везде есть эти злые и опасные люди за границей. Это целые кварталы, районы, куда не стоит даже показываться, поэтому... Кварталы – это кварталы, а у нас – это города. Понимаешь, у нас каждый второй такой. Там тоже самое есть. Если бы там этого не было, там бы не было полиции. Пройдись по улице, не знаю, какой-нибудь... Ну, последний раз я был в Таиланде, да. Люди живут бедно. У них свои проблемы, свои там, не знаю, какие-то там головники. Но они улыбаются, они друг другу рады, они веселые. Они смеются на улице. Они с улыбкой тебя ограбят, да? Они же бедные. Да почему ограбят? Я жил там на улице. На улице целый месяц жил в очень дешевых хостелах. Мне хоть бы копейку своровали. Здесь я боюсь маршрутку зайти. Потому что, скорее всего, мне надо застегнуть все карманы и там, не знаю, и стоять, поворачиваться, чтобы меня просто... Это вот уже будет говориться, как работают у нас правоохранительные органы. Так вот, именно из-за этого и стоит уезжать. Ты выйди за ним и наподдавай ему. В смысле наподдавай? Для этого у нас есть полиция. Он тебе в карман залез. Слушай, я не хочу сам, не бойся никого. Просто накачай себе дикую фигуру. Не ходи сам, отбирай у всех. Окей. Давайте поговорим, действительно ли у нас злые, хмурые, опасные люди. Да нет, у нас очень добрые люди. Все веселые, все радуются. Я не знаю просто, где вы бываете, когда вы жалуетесь, какие у нас люди, все плохие. Мы даже здесь сидим, и у нас такая тема серьезная, и мы сидим, улыбаемся. Нам весело, нам радостно, понимаете? Мне кажется, вот... Ваши проблемы, они просто... По разным улицам просто ходят. Если вы хотите, чтобы вокруг вас окружали добрые, улыбчивые, отзывчивые люди, вы сами станете такими. Вы сами идите на улице и улыбайтесь. Общайтесь с прохожими. Просто подойдите и познакомьтесь, поздоровайтесь. Начните с себя. А кто из вас подойдет к прохожему просто так и скажет, доброе утро? Можно вот мне вот? Хотя бы к соседу. Сейчас скажу. Я ехала. Сейчас, я скажу. Артем, я, вот послушай. Если ты будешь к людям подходить и говорить доброе утро, то он тебя примут отзывов. Хотя бы к соседу по лестничной клетке. Вот смотри. Который вчера тебе включил там этот сабвуфер в своей квартире и не давал спать. А ты с утра к нему подойдешь, доброе утро. Нужно излучать любовь. Он уже начинает думать, что ты что-то задумал. Что что-то будет вечером не то. Сейчас скажу. Вот именно. Я села в травай, ехала, значит, села в травай, значит, женщина проходит, контролер всех собирает. С меня почему-то не собрала. Я ее остановила, она, значит, мне смотрит, я ей даю деньги. Она, ой, так удивилась, как будто вот я могла бы промолчать и вот, ну, и ничего не сказать. Она удивилась то, что я вот именно, что доброте удивилась. Когда кому-то там бабушке идешь помогать, она на тебя смотрит и ждет от тебя какого-нибудь пинка, наверное. Вот это такой степень у нас. Люди злые. Как подойдем бабушке. Я вот очень добрый человек вообще-то. Подождите, вы говорите, что здесь. То есть вы говорите, что у нас очень много хмурых и злых людей. А вы сами по улице с каким лицом ходите? Саш, ты с каким лицом ходишь? Я с нормальным хожу лицом. Давайте посмотрим еще причины. Плохое образование и плохая медицина. Вы согласны с этим? Я согласен, я могу назвать причину, по которой происходят, так сказать, данные дуновения. Плохое образование. На самом деле оно не плохое. На самом деле есть много других причин. Но люди у нас учиться не хотят просто. Есть другие нюансы. Например, если идет работать учителем молодой специалист, он получает копейки. Если у него нет квартиры, это ипотека, он не потянет. Как правило, молодые специалисты, которые могут хорошо преподавать, идут на другую специальность. Я один из таких примеров. Я бы с удовольствием пошел по специальности, но очень низкая зарплата меня не устраивает. И я с удовольствием пошел бы работать по профессии. Но я не могу этого сделать, потому что сейчас, работая не по профессии, я получаю намного больше, чем простой учитель. А в сельской местности больше. В Челябинске у нас медицина очень хорошее. Вам этого хватает? У нас сердечный центр вот этот очень хороший. По России сюда приезжают, лечатся. Глазные центры. У нас медицина очень хорошая. Просто не в каждом городе есть целый комплекс. Подождите, вот про медицину. Вот смотрите, вот вы когда-нибудь болели вот чем-то вот серьезно? У вас было какое-нибудь хроническое заболевание? У меня вот хроническое заболевание с детства. И знаете, мне что-то врачи не особо помогают. Серьезно болею. Я не поеду лечиться в Германию, когда у меня есть возможность лечиться в Германии. Хорошие специалисты есть здесь. Просто не в каждом городе. Здесь есть, честно, здесь есть хорошие специалисты, но их реально единицы. А вот все врачи, они постоянно, они просто, чтобы отмахнуться, выпишут себе список лекарств, и все, и живи ты потом с этим заболеванием. И принимают таблетки, как наркоман до конца своей жизни. А ты была в больнице за границей? Пока нет. Вот. А с чем сравнивать-то? Есть с чем сравнивать? Нету. Закончим с образованием медицины. И последний пункт посмотрим. Не все хотят работать. Внимание на экране. Последний пункт. Люди переезжают из-за отсутствия в стране перспектив. Согласны ли вы, что у нас в России нет перспектив? Я не совсем знаю о перспективе за границей, но перспективу в России я знаю точно. У нас было само державе, а у нас оно осталось. Потому что все нормальные организации, хорошие, у них есть дети. У всех есть как бы дети, у всех есть племянники, и все они работают там, какими тупыми бы они не были. С этим я сам столкнулся лично. То есть ты считаешь, что тебе места уже нет? Нет, я могу выбиться. Я не говорю, что вот, все, мне можно идти спиваться. Я могу выбиться, да, не спорю. Вопрос поставили, перспектив немножко не так, смотря в чем. Допустим, если перспективы в каких-то таких вот... В собственном развитии. В собственном развитии, да, вот в работе элементарно, элементарно в работе. То есть я приезжаю... В какой работе, если ты каким-нибудь модельное агентство, понятно, там лучше где-то. Нет, я не говорю, что это невозможно, это возможно. Но допустим, как бы сейчас ты не этот... Не будешь отрицать этот факт, что ты приходишь с каким-то человеком, ты допустим, ты умнее его, и ты видишь это, что ты умнее его, но у него папа там работает. И он попадает туда без разговоров. Вот скажи, такого нет у нас. Я встану на уровень ниже, если я умный человек, а потом своей работой покажу. Тебя туда не возьмут. Стоять перспективность, есть возможность... Просто тебя туда не взяли, ты уже никому ничего не покажешь. Вот тебя не взяли туда. Скажи, что такого нету за границей. Скажи, что такого нету за границей. Я сам лично в этой ситуации уже третий, мать его, год кручусь. Что ты мне рассказываешь? Третий год я в этой ситуации нахожусь. У меня знакомые спокойно устраивались. То есть вы попали в такую ситуацию, да, не повезло, но это не косяк всей страны. То есть это вам не повезло, ваши личные, то есть неудачи. Мне кажется, это все-таки зависит от конкретно человека, какую он себе планку поставит, чего он хочет добиться, и то получается. Вот, например, моя подружка, она тоже выучилась на переводчик. Она с маленького городка закончила университет. Живя в своем городе, она рассылала резюме по столичным компаниям российским. Сейчас она работает в крупной российской компании в Москве. Получает порядка 200 тысяч. Купила уже квартиру в Москве. Это она себе поставила такую цель. Мне кажется, каждая перспектива, это вот чисто от тебя зависит. Хочешь добиться, ты это сделаешь. Людям, у которых не получилось, они занимают такую позицию обиженного. Обиженного, его обидели, у него не получилось. И страна виновата в том, что у меня не получилось. Но это не факт, что за границей будет так же хорошо. Не знаю. А если уже есть опыт человека, который живет, кайфует и говорит, пошли со мной. Это не твой опыт, это не твой опыт, понимаешь? Так зарплата будет та же самая, в той же самой компании. Ты сюда приедешь, и не факт, что у тебя все получится там. И не факт, что ты вернешься обратно. То есть лучше получать здесь 30 тысяч, нежели там 2 тысячи долларов в месяц. Так дай бог, если у тебя так получится. Надо еще заработать эти 2 тысячи долларов. А если тебя уже позвали и говорят, иди и работай. Ты прошла все кастинги, ты прошел. Ты здесь не можешь пройти, как ты там пройдешь. Тут я прошла, но зарплата 30 тысяч в месяц. То есть лучше за 30 тысяч в месяц, чем за 2 тысячи долларов. Мы говорим о каких-то вообще вещах, но действительно, это смешно обсуждать вещи, когда факт, вот я специально, когда шел на программу, я загуглил. Средняя зарплата в России 25 тысяч. Пособие по безработице в Европе 400 евро. Вы путаете уровень жизни. Уровень жизни там намного лучше. И если ты уверен в себе, то там ты добьешься, вот с русской закалкой, намного большего, чем здесь. Так нам здесь надо поднимать. Мне не надо ничего поднимать. Я не хочу ничего поднимать. Зачем? Я хочу себя поднимать, свою семью поднимать. Здесь никто никого не держит. Нравится здесь жить в России. Так я и говорю о том, что надо пробовать. Кому нравится или те, кто бесхоребенны, которые ничего не могут. Все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Уехал ты в Европу, попробовал. Добился каких-то результатов. Хорошо, не добился. В Россию ты вернешься и ты ничего не потеряешь. В любом случае надо попробовать. Россиюшка всегда примет, а Америка нет. Наш следующий герой когда-то тоже стал эмигрантом. Почему он решил уехать и почему вернулся обратно в Россию? Мы встречаем Альфреда и он расскажет нам свою историю. Добрый день, Альфред. Присаживайтесь. Рассказывайте. У вас когда-то тоже была европейская мечта? Да, я когда закончил институт музыки у нас в Челябинске, решил попробовать другую школу, европейскую, и поехал поступать в Кёльн, высшую школу музыки. Ну вот, собственно. Так, и дальше вы там отучились, получили образование. Да, я получил три высших образования по классической гитаре и по менеджменту в сфере культуры. Вот, и отучившись там, я решил вернуться обратно в Россию, чтобы сделать здесь фестиваль искусств и развивать культуру в нашей стране. Слушайте, ну вот у многих это просто такая вот золотая мечта жить в Европе. Вот у Жени. Женя вот как раз мечтает в Германии, вот в этот город Кёльн поехать. Нет, классный город. Город классный, инфраструктура отличная, медицина замечательная, образование вообще молчаное. Это что-то прям, ну и лично в моей атмосфере творчества это идеальная просто страна. Скажи, а почему ты тогда вернулся? Вернулся, потому что в Германии очень много всяких фестивалей, уже искусство само по себе изживает себя. Ну а разве только искусство вот это вот тебе обратно на родину? Ну да, скорее всего да. Ну и то, что в России непаханное поле возможностей, и собственно мы... Вот здесь наоборот говорят, что возможностей-то в России нет. Возможности есть, их нужно просто хватать, что-то делать. У меня есть друзья здесь в Челябинске, который, он из Дюссельдорфа, его зовут Михаил Мюллер, он занимается в сфере бизнеса типография. Он приехал сюда, у него здесь русская жена, он счастлив и не собирается в Германию. Не хочет, говорит, мне там не нравится, там большие налоги, мне нравится здесь, я лучше здесь буду. Что там хуже, чем здесь? Хуже было то, что несмотря на все нюансы отличные, да, я мигрант. То есть получить хорошую работу, которую я хотел после трех своих высших образований, я, естественно, пошел на... Пошел на... По высшему пути я хотел найти работу с заработком где-то в 3-500 тысяч евро. Я нашел только школы за тысячу. Я с этим катастрофически был не согласен, что я отучился так много и мне дают такую работу. Я в одну школу подаю свои документы, мимо, в другую подаю, мимо, третья школа. Я уже не выдержал и попросил директора, ну, совет, что, может быть, я вас не туда целую, простите, да. И он мне объяснил, существует порядок подачи заявления на устройство на работу, и вот когда ее подаешь, ты попадаешь в первую папку, да, то есть это немцы, те, кто живет в Германии, у кого гражданство немецкое. Далее идет Евросоюз, то есть те, кто Испания, ну, вот Шенгенская зона. Третья папка — это у нас Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Далее идет азиатский блок такой, Китай, Корея, Таиланд. И только потом идет такая папка, где Россия и все страны третьего мира, так скажем, вот. И чтобы попасть, ну, естественно, первого-то будут смотреть немцы, да, естественно, возьмут его. Я тогда задаю вопрос директору, а что, если в последней папке будет специалист, который намного-намного лучше, чем во всех вот этих вот. Да, мы это осознаем, но наше правительство против этого. Потому что, если, не дай бог, правительство узнает, что они взяли русского, но на эту должность был хотя бы один немец или хотя бы один представитель из этих четырех папок, да, все, штрафы или вплоть до закрытия фирмы. То есть очень-очень жестко, и поэтому, естественно, меня не возьмут на работу, которую я хочу. Правда ли, что вот там не хватало вот этой русской души? Такое есть. Немцы к себе очень, ну, не сразу подпускают. Это какой-то стальной барьер. Его не пробьешь даже алкоголем, то есть не растопить этот лед. Спустя там, может быть, 15-20 лет они начинают только тебе доверять. Многие из вас ездят на Запад отдохнуть, да, и те же немцы ведут себя очень классно. И вы, когда приезжаете, думаете, что, блин, обалденные испанцы, обалденные итальянцы, но в жизни они очень закрыты, и они тебя никогда не подпустят в свою семью. Семья для них настолько священная, что если ты вдруг перейдешь интерес этой семьи, все, это враг навеки. У нас такого, естественно, нет. Мы можем ехать в поезде там или лететь в самолете и при этом найти общий язык с любым абсолютно человеком. И там такого нет. Но ты не жалеешь, что ты вернулся? Нет, абсолютно. Я поучился, я сравнил две школы именно по музыке. Я получил немецкое образование, очень этому рад. Здесь оно ценится? Здесь оно, естественно, ценится. Наверное, из-за того, что многие из нас очень сильно идеализируют Европу. То есть считая, что там действительно какой-то рай. Да, экологически там лучше, да, жить там лучше. Но вот это вот мигрантство перечеркивает просто напрочь все. И я, ну, этот минус для меня сыграл очень важную роль. Я приехал сюда и здесь абсолютно рад. И, в принципе, готов бороться с проблемами экологии, например. Нужно что-то делать, да. Я своей, со своей стороны, да, профи в культуре. Я, естественно, бью этот сектор. И буду бить его продолжать дальше, развивать. Если найдутся ребята, которые будут помогать в других каких-то, как это сказать, сферах деятельности, я буду только за. Вместе мы можем ударить. И мы, будущее этой страны, они в любом случае там все перемрут когда-нибудь, да. И мы займем это место. Но какие мы займем? Такие же, как они или какие-то другие? Ну что, давайте, кто-нибудь задал, есть у кого-нибудь вопросы? У меня есть вопрос. Я вот хочу немножко перефразировать Дарину. Она задала вопрос по поводу, не пожалели ли вы, Альфред, что вернулись к нам? Я хочу спросить по-другому. Я хочу спросить, пожалели ли вы хоть раз, что поехали на 6 лет за границу? Я не пожалел, что поехал за границу. Я еще раз повторяю, что я сравнил европейский уклад. Я взял для себя плюсы оттуда, впитал что-то немецкое. Безусловно, немецкое образование мне очень много что подарило. И я эти знания использую здесь, в своем городе. Еще один вопрос. Вот перед вами сидят представители челябинской молодежи. Вы можете сказать, что, ребят, я советую попробовать? В смысле, что я советую вам? Я советую, ну, вы бы советовали молодежи челябинской съездить, посмотреть. Съездить, да. Съездить стоит. Я не вопрос хочу сказать, я хочу просто сказать спасибо, что вы пришли и поделились своим опытом. Очень даже интересно было вас слушать и послушать ваше мнение. Спасибо большое. Вы просто надеждой нас вели, что можно что-то попробовать изменить. Спасибо. Спасибо. Ну что, ребят, наше эфирное время подходит к концу. Давайте сделаем выводы по сегодняшней теме. Пожалуйста. Да, я бы хотел сказать, что, ну, хорошо там, где нас нет. И, ну, во-первых, нужно попробовать изначально. Вот. И потом уже для себя решить, оставаться или нет. Ну, честно говоря, греет эта перспектива. И хочется узнать чего-то нового. Пожалуйста. Не знаю, если вас так тянет туда, за Бугор, да, ну, езжайте и попробуйте. Ну, знаете, то, что Россия-то, она всегда примет. Россия всегда твой дом. И всегда, ну, получишь ты там образование. И приезжай сюда-ка. Делись-то тут с людьми, чтобы люди тоже учились. Не у каждого есть возможность выйти. И любите свою родину, какой бы она ни была. Вот все. Сколько бы проблем я бы. Друзья, все когда-то заканчивается. А хорошее особенно часто. Этим выпуском мы закрываем пятый сезон проекта «Ген молодости». И программа уходит в творческий отпуск. Наше эфирное время заканчивается. И хочется сказать спасибо нашим участникам и зрителям за то, что все это время были с нами. Хорошего лета. Пока. Аплодисменты. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...